Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева. Каких изменений в сфере ЖКХ ждать в наступившем году? Как повлиять на работу управляющей компании? И что грозит неплательщикам за коммунальные услуги? Об этом говорим сегодня в нашей студии. И руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Давайте начнем сразу с изменений, которые придут в нашу жизнь в наступившем году. Что это будет? Насколько это позитивно и серьезно? Их как-нибудь отразятся на наших кошельках в первую очередь. Но начнем, наверное, с того, что первое – это общедомовые нужды. То, о чем мы говорили в прошлом году, позапрошлом году. Значит, теперь общедомовые нужды из коммунальной услуги превращаются в жилищные. И войдут в строку содержания. То есть, если раньше у нас были отдельные строки. Строка холодная вода – ОДН, горячая вода – ОДН, электроэнергия – ОДН. То теперь все эти строчки уйдут в строку содержания. Первую строчку, которая есть у нас в квитанции. И никак расшифровываться не будет. Да, но они войдут туда нормативно. То есть, есть норматив на общедомовые нужды, допустим, в таком-то доме. Это зависит от того, какой он дом, сколько этажей и от других характеристик. Допустим, 0,03 кубических метра на квадратный метр общей площади. То есть, берется расчет, 0,03 умножается на площадь помещений. Это, как правило, не чердаки, а это, как правило, подъезды, холлы и прочее. То есть, допустим, 600 метров. 0,03 на 600 умножается, получается 18 кубических метров. Эти 18 кубических метров управляющая компания должна рассчитать. Делят на площадь всего дома. И получается, сколько приходится кубических метров на один квадратный метр. И умножается на тариф этой холодной воды. И получается сумма, допустим, 50 копеек или 60 копеек или рубль, в зависимости от норматива. И вот это вот пойдет уже в строчку добавления в содержание. То же самое касается и горячей воды, и электроэнергии. Но я думаю, что в любом случае управляющие компании должны будут расшифровать, что строчка содержания увеличилась, допустим, на 1,5-2 рубля. И эти 1,5-2 рубля, вот они, исходя из того, что ОДН холодной воды, горячей воды и электроэнергии. А каждый собственник за свою холодную воду, горячую пласть отдельно. А это идет плюсом. Ну, индивидуального прибора учета. То есть мы теперь должны получать вот этот платеж постоянно. Неважно, сколько действительно потратила ОДН на дом. Если там ОДН было больше, чем норматива, чем нам выставили жителям, то это уже проблема управляющей компании. Она должна оплачивать вот эту разницу. Вот и все. То есть управляющая компания, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы вот эти ОДН были как можно меньше. Почему? Потому что людям можно начислять только по нормативу. Все остальное придется платить самим. То есть вот это вот наиболее существенное изменение, которое нас ждет вот в этом году, я думаю, что оно в какой-то мере решит проблему вот этой непрозрачности, когда люди не знали, почему ОДН столько начисляют нам, почему мы должны платить такие деньги. Второй момент – это вывоз твердых коммунальных отходов. Это вывоз мусора. Значит, закон принят, но сейчас введение его в действие будет исходить из того, что как регионы будут готовы к этому. Вот на сегодня вывоз твердых бытовых отходов у нас находится в строке содержания. Вывоз мусора там, да, или вывоз твердых бытовых отходов. Значит, сейчас это будет коммунальная услуга. То есть ее из содержания убирают и делают отдельной, как холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, так и будет вывоз твердых коммунальных отходов. Значит, ну что для этого нужно сделать? Для этого нужно определить в области регионального оператора одного или нескольких. На сегодня решение принято пока по трем региональным операторам. Это Самара, Сызрань, Тольятти. Вот эти вот все территории будут обслуживать три региональных оператора. После этого каждому региональному оператору будет определен тариф на вывоз этого мусора. И уже определены нормативы. Есть проект приказа по нормативам. Когда все это будет готово, когда будет проведен конкурс и определены конкретные уже региональные операторы, вот тогда вот это вот положение закона вступит в свою силу. И тогда уже будут внесены изменения в наши квитанции. Понятно. Это вот наиболее серьезные такие моменты, которые касаются денег. Дальше. По поводу ГИС ЖКХ. Много разговоров шло о том, что теперь вся информация, которая связана с деятельностью управляющей компанией, ТСЖ, проведение общих собраний, вся должна быть внесена в ГИС ЖКХ. А что это? Государственная информационная система ЖКХ. Значит, это такой портал будет. Там будет размещена вся информация по дому, абсолютно вся. И площади жилых, нежилых помещений, площади мест общего пользования, какие виды работ проводились на доме, когда проводились, сколько они стоили, какие решения принимали общие собрания, протоколы этих общих собраний. То есть все должно быть размещено в этой ГИС ЖКХ. В электронном виде все это можно в любой момент найти и посмотреть. И каждый может зайти, найти свой дом и посмотреть, что творилось по его дому, допустим, в течение того или иного периода. Да. Значит, система в принципе работает, но она до конца еще не отлажена. И вот с 1 января 2017 года уже должны были наступать последствия для управляющих организаций, управляющих компаний, ТСЖ. Если они не полностью внесли туда эту информацию, и если там нету, допустим, электронного платежного документа, то собственники могли не оплачивать плату за жилищно-коммунальные услуги до тех пор, пока она не появится. И с 1 января планировалось, что управляющие компании будут отвечать, то есть их будут штрафовать за то, что они не внесли эти данные. Ну как вот мы боролись, чтобы отчетность была прозрачной у супправляющих компаний? Вот теперь вся эта отчетность будет вот в этом ГИС ЖКХ. Значит, единственное, что сейчас перенесли на год действия по ответственности управляющих компаний, потому что дали им еще год, чтобы они могли внести всю информацию туда. Если через год этой информации там не будет, то их будут уже наказывать штрафами. Этому особо обрадовались ТСЖ и ЖСК, потому что они не смогли вовремя внести эти данные. Достаточно сложный процесс. Но тем не менее, я думаю, года им будет достаточно для того, чтобы все это внести. И с 1 января следующего года мы уже, в принципе, будем видеть всю информацию по нашему дому. Понятно. Это очень серьезно. И если вернуться все-таки к финансам, те, кто платит по нормативам за электроэнергию и так далее, вот эти нормативы много говорили о том, что они с каждым полугодием будут увеличиваться, увеличиваться. Повышающий коэффициент. Да, да, да. Да, повышающий коэффициент действует, да, действует. И 36-й, 603-е постановление правительства внесло этот повышающий коэффициент в формулу саму. Раньше были нормативы приняты индивидуальные. И плюс там еще с повышающим коэффициентом они были рассчитаны. Сейчас министерство все отменило, отменило, потому что эти уже коэффициенты заложены в саму формулу. Но единственное, что я могу сказать, это касаться будет ряда городов. Это у нас кто? Кенель, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызраль. Вот с 1 января 2017 года вот эти повышающие коэффициенты, если нету приборов учета, то они будут применяться вот в этих только городах. В Самаре это будет применяться с 1 января 2019 года. Но все-таки платить придется больше все-таки, да, в суммах? Нет, пока на сегодня нет. Пока на сегодня нет. Дело в том, что вот эти нормативы, они должны быть утверждены министерством. Их отменили на сегодня их действия, приостановить до 2019 года. Просто некоторые собственники переживают, кто еще не успел установить все счетчики, что они будут платить. В Самаре пока беспокоиться не стоит. Это будет только в 2019 году. Понятно. Какие еще инициативы, в частности от общественников, реализуются в этом году? Вот что было таким больным вопросом, а сейчас может быть принято законом? Ну вот мы решали вопрос, кстати, решали вопрос по поводу внесения изменений в программу капитального ремонта. Да, вот это была больная тема. По капитальному ремонту, да. Когда люди могли принимать решение изменить вид работы по капитальному ремонту. Допустим, крыша, они хотят внутренние системы поменять, да. Для того, чтобы это сделать, нужно было провести общее собрание, принять решение на нем. И комиссию, куда передавали этот протокол, должна была осмотреть. А каковы платежи жителей? Если менее 80%, то этот протокол не принимался и не рассматривался. Несмотря ни на что, даже если там все протекает и так далее. Да. Вот по нашей инициативе, мы высшие с инициативой о том, что необходимо отменить вот этот порог 80% собираемости. Правительство области пошло навстречу нам и отменили этот порог. И теперь для того, чтобы изменить вид работ, вот эта вот собираемость не нужна. То есть мы приняли решение, протокол отдали, комиссия принимает решение. Приняло решение, изменили, региональная программа вносит изменения. То есть это существенный момент. Дальше еще момент, которым мы занимались буквально последние дни, перед Новым годом и сейчас занимаемся еще. Это то, что ряд управляющих компаний получил сведения в Росрегистре по площадям квартир. И оказалось, что площади квартир оказались гораздо выше, чем те, которые есть в свидетельстве у собственников. И начисления пошли по более высоким площадям. Значит, суть в чем? До 2005 года, когда выдавалось свидетельство о собственности, свидетельство писали площадь квартиры с учетом жилых помещений, нежилых помещений в квартире, подсобных, так называемых, помещений, и балконов. То есть балконы включались в общую площадь квартиры. После 2005 года балконы были исключены. В Росрегистре на тот момент оно так и оставалось, как есть. И когда запрос сделала управляющая компания, им выдали с балконами. Значит, по нашей инициативе состоялась встреча. Выходил я на министра энергетики ЖКК. Он нам организовал встречу с руководителем Росреестра. Мы вместе с руководителем Государственной жилищной инспекции встречались, обговаривали эти вопросы. Запрос ГЖИ послала в Росрегистр официальный. Сейчас Росрегистр буквально в эти дни, я думаю, даст ответ. Разъяснительный, что при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги необходимо учитывать общую площадь квартиры без балконов. Потому что люди живут в одних и тех же условиях, а получается, что платить будут... Нужен официально вот такой ответ. И этот ответ уже пойдет ГЖИ, как письмом они во все управляющие компании. Я думаю, проблема будет решаться. Понятно. А как в целом складывается ситуация с капитальным ремонтом? Все мы пережили не очень хорошие такие времена, когда люди отказывались и были против. Всякие ситуации были. А сейчас как? Вы знаете, вот и с каждым годом ситуация по капитальному ремонту улучшается. В каком плане? Собираемость. Это один из показателей. Я думаю, он тоже неплохой. Порядка 83-85% уже собираемость у нас в области достигла. Дальше. Качество. Вот самое главное для людей, конечно, это качество. Как делают эти работы? Как производят, выполняются эти работы? Есть еще проблемные вопросы в этом отношении. Почему? Потому что подрядные организации порой некачественно выполняют эти работы. Люди жалуются. Значит, сейчас меняется порядок отбора вот этих подрядных организаций, их участия в торгах. Значит, если раньше торги проводил фонд капитального ремонта, то теперь торги будут проводить на электронной площадке. И для того, чтобы принять участие вот в этих торгах, подрядные организации должны попасть в определенный реестр, который будет составляться у нас в области. Первую попытку мы такую сделали. Вот я один из членов этой комиссии, которая рассматривала, какие подрядные организации мы внесем в реестр, чтобы они могли принимать участие вот в этих конкурсах. Но нам отменили эти все решения, потому что не было соблюдено ряд условий. Но я думаю, в ближайшее время мы будем повторять это все. И я скажу, критерии достаточно жесткие. Вот для того, чтобы попасть вот в этот реестр, очень жесткие критерии. Мы рассматриваем каждую подрядную организацию очень внимательно. Почему? Потому что там руководитель должен иметь стаж, допустим, не менее пяти лет, пяти или семи лет различной работы, да, по специальности строитель. Мы смотрим трудовую книжку, мы смотрим дипломы их. У него должны быть инженеры, которые должны также иметь определенный стаж. Мы также смотрим, считаем годы, сколько они проработали в строительной отрасли. То есть это достаточно серьезно, да. То есть я думаю, что эти меры, по крайней мере, еще дадут толчок. А что касается управляющих компаний, тоже есть претензии, остаются и будут, конечно, наверное, еще. А все-таки вот этот механизм лицензирования, он остается и может быть еще какие-то рычаги воздействия на управляющих компаний появляются? Процесс лицензирования остается, он идет, он и сейчас идет. Лицензионная комиссия занимается и проводит свои заседания. Но очень много проблем возникло с критериями, которые должна выполнить управляющая компания, чтобы получить лицензию. На сегодня вот новые приходит компания. Чистая компания не имеет домов. Мы должны посмотреть, что. Компании зарегистрированы на территории Российской Федерации. Раз. Директор не имеет судимости по экономическим преступлениям. Два. И директор имеет квалификационный аттестат о том, что он сдал экзамен. Три. Если эти три условия есть, мы обязаны дать ему лицензию. Но это неправильно. Мы прекрасно это понимаем. Потому что нет практики посмотреть, да, делать. Мы не знаем, кто у него специалисты, есть ли они или нет. Есть ли техника. Вот правильно поднимался вопрос в городе, что управляющие компании не могут убирать территорию дворов, да, потому что нет техники. Мне кажется, это необходимо внести в критерии какие-то, понимаете? Конечно. То есть вот сейчас лицензионная комиссия дала предложение в Москву, это по линии правительства области, по линии губернской думы. Мы дали предложение по внесению еще дополнительных критерий. Тоже наличие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Если есть долги, то лицензию надо отзывать. Вот сейчас рассматривается вопрос такой. Вот те управляющие компании, которые получили лицензию, но не имеют домов в управлении, просто получили про запас. На всякий случай, да? Значит, если в течение года они не возьмут какие-то дома в управление, то лицензия у них изымается. Правильно, конечно. Нечего хранить ее. Это первое. Второе. Рассматривается вопрос о том, что решение об изъятии лицензии будет принимать не суд, как сегодня. Сегодня суд только принимает. А решение будет принимать лицензионная комиссия. Это будет гораздо жестче, мне кажется, и оперативнее в ходе принятия решения. А сами собственники жилья не могут отказаться от управляющей компании? У нас есть такие претензенты в городе? Потому что, да, нам предлагают отказываться, не устраивает качество работы отказываться. Но мне кажется, это очень трудное, долгое дело, практически нереально невозможно. В принципе, не такое трудное, как кажется, может быть, на первый взгляд. Ведь противодействие со стороны управляющей компании тоже идет. Естественно, да. Но, тем не менее, в любом случае, собственники обязаны провести общее собрание и принять решение. Они отказываются от этой управляющей компании. И дальше вот такой механизм пошел. Вот протокол этот передается в управляющую компанию, передается в новую управляющую компанию, которую они выбрали. Новая управляющая компания представляет его в ГЖИ. И в ГЖИ этот протокол уже находится. И после того, как будут совершены все действия, необходимые для принятия решений по управлению уже новой управляющей компанией, значит, этот дом будет внесен в реестр. Вот сегодня в ГЖИ ведется реестр всех управляющих компаний и всех домов, которые они обслуживают, какими они управляют. То есть для того, чтобы сегодня узнать, кому платить деньги, допустим, ну, возникла ситуация, пришли две квитанции. Да, и бывает такое. Кому платить? Первое, что надо сделать, зайти на сайт ГЖИ, в раздел «Управляющие компании», «Лицензирование», «Реестр управляющих компаний», найти свой дом и посмотреть, какая управляющая компания закреплена за этим домом. Вот той компании и необходимо платить. Понятно. Поэтому здесь такой момент. Первый, усилилась ответственность за проведение этих общих собраний. А я скажу больше, сейчас вот в 17-м году будет принят поправки в жилищный кодекс, когда решение общих собраний несколько изменится. Если раньше мы считали доли, которыми мы обладаем, допустим, с общей площади дома, у нас какая-то определенная доля, вечно проблемы возникали, как ее считать, это достаточно сложный был процесс, то сейчас принимается решение о том, что одна квартира, один голос. Одна квартира, один голос, все. Если есть там нежилые помещения, там магазины какие-то, парикмахерские и прочее, вот они в сумме должны составлять не более 10% всех голосов, несмотря на то, что у них, допустим, площадь большая. Это почему? Потому что порой вот эти нежилые помещения блокировали решение общих собраний жителей. Это же многоквартирный дом, но они блокировали все. Поэтому им сказали, вот вам 10% всего лишь, все остальное 90% жителей. И как они примут решение, так оно и будет. Это вот тоже новшество, которое будет, я думаю, в ближайшее время принято поправки в жилищный кодекс и будет работать. Дальше, посмотрите, по протоколам. Протоколы уже приобретают статус официального документа, потому что они поступают в государственную жилищную инспекцию и будут дальше размещаться в системе ГИС. То есть это официальный документ. И подделка этого официального документа уже будет преследоваться законом. То есть те, кто порой эти протоколы пишет на коленках и предлагает, куда-то предъявляет, они уже могут получить определенное наказание. Понятно. По платежам и скорее даже по неплательщикам. Да, да, по неплательщикам. Какие-то меры к ним будут уже статчаться? Потому что я совсем недавно слышала информацию, что даже единственное жилье теперь могут отбирать. Сейчас пока рассматривается. Вот я хотела уточнить, потому что мне это ужасно. Это, кстати, третий раз рассматривается вот эта поправка, когда будут отбирать единственное жилье. А практика отключений? Ну для начала давайте попробуем вот о чем поговорить. Вот у нас на сегодня до 10 числа мы должны заплатить жилищно-коммунальные услуги. До 10 числа в следующий месяц. Как правило, если иное не оговорено законом. Взносы на капитальный ремонт до 20 числа. Поправки такие у нас уже приняты. Но после этого 10 и 20 числа у жителей есть 30 дней, чтобы еще оплатить эти платежи. Без начисления пени. С 31 дня за жилищно-коммунальные услуги пойдет начисление пени 1,03 ставки рефинансирования. С 91 дня 1,03 ставки. Это за каждый день просрочки. Опять же, повышающий коэффициент такой же, да, своеобразный? Это те, кто не заплатил. Взносы на капитальный ремонт с 31 дня 1,03 ставки рефинансирования. Все, больше там никаких нету. Больше там никаких нету. Поэтому это первое, что должно подтолкнуть людей к тому, чтобы платить. Второй момент. Значит, если раньше управляющая компания обязана была подать в суд рассмотрение, принятие решений и прочий долгий процесс, то сейчас разрешено подачу в суд и вынесение судебного приказа. До 500 тысяч рублей долга управляющая компания может списком подать всех должников с указанием их долгов. И суд выносит судебный приказ, на основании которого судебные приставы могут наложить взыскание на ту же пенсию, на ту же зарплату и так далее и тому подобное. То есть вот этот процесс ускорился. Дальше посмотрите. Сейчас вот особенно актуально стало ЕДВ ЖКУ. Единовременное возмещение за жилищно-коммунальные услуги. Значит, с этого года изменился порядок предоставления вот этой льготы. Сейчас очень много обращений жителей и в управление соцзащиты, и в управляющей компании везде жалуются, что нам не пришло ЕДВ. Это действительно так, это действительно так. Но с 1 января, в соответствии с федеральным законом, изменился порядок выплаты вот этой льготы. Она сейчас выплачивается так же, как и взносы на капитальный ремонт. То есть мы оплачиваем полностью все, как оплатили раньше, но получаем мы по фактической оплате. Если раньше мы получали вот это ЕДВ, люди получали ЕДВ, все одинаково по всей области, потому что был региональный стандарт, из него расчет ввели. Я, допустим, заплатил 3000, 50% у меня льготы. Я должен получить 1500 возврат, а я получаю гораздо меньше. Кто-то, может быть, получал и больше. Но льгота у меня была 50%, поэтому сейчас сделали так. Оплатили. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации заключили договор сейчас с управлением соцзащиты, с министерством. И они подают данные в это министерство, что вот такой-то заплатил столько-то, столько-то. Вот исходя из того, сколько я заплатил, мне перечислят эти 50%, 30-50%, у кого сколько, да? Мне вернут эти деньги уже конкретно по моему платежу. В этом месяце я, допустим, израсходовал 3 литра воды, да? А на следующий 5 литров израсходовал. У меня будет платеж больше. Возврат будет больше. То есть вот этот вот момент обязательно надо людям сейчас рассказывать, потому что многие не понимают, а почему. И с другой стороны, вот вчера только буквально говорил с одним ТСЖ, говорят, вот нас заставляют заключить соглашение с министерством. Я говорю, правильно, потому что это в интересах ваших жителей. Поймите правильно. Потому что вы должны заключить это соглашение, чтобы министерство могло официально получить данные от вас, сколько этот льготник заплатил. Это нужно делать. Это деньги, да. Это нужно делать. И еще про ответственность собственников жилья. Опять же, наступила зима, случаи взрыва газов и оборудования и так далее. И вот на самом деле тревожное чувство, потому что я не знаю, кто-то пустил с проверкой оборудования, кто-то не пустил. Вот в этом отношении что-то будет меняться? Опять же, вот в вопросах безопасности, как вы чувствуете себя? Ну, будет, я думаю, будет меняться, да. Я понимаю, это одно, система ВДГО, это внутридомовое газовое оборудование и внутриквартирное газовое оборудование. Да, совершенно верно, СВК здесь или другие какие-то организации обязаны проводить. Они проводят эти осмотры, да. Ну, я думаю, одними осмотрами здесь проблему не решишь. Мы уже поднимали этот вопрос. Есть специальные датчики, которые выпускаются, которые в случае, если появляется газ в квартире, они начинают издавать звуковые сигналы. Я думаю, это один из путей решения этой проблемы. Надо как-то решать вопрос или за счет СВК, то есть тот, кто поставляет, либо за счет управляющей компании, либо за счет средств собственников. Ну, смотреть надо, за чей счет. Приобретать такие датчики и устанавливать в каждой квартире. Это во многом бы решило проблему. Потому что если есть газ, появляется газ, они, по крайней мере, хоть информируют нас, сообщают нам. Можно не довести до этой аварии. Но, с другой стороны, и осмотры эти обязательно нужны. Обязательно нужны. Ответственность за это уже встречается. Да, да, да. И еще вопрос такой по уборке в подъездах. Все-таки он все время все равно остается актуальным. Потому что не успеваешь следить, то убирает, то не убирает. Как это контролируется? Кому ты платишь? То ходят, собирают деньги, то не собирают. Вот это же как? 290 приказ есть, постановление правительства. Там написано, что уборка места общего пользования – это обязательный вид работы. То есть управляющая компания обязана это делать. Я скажу больше. Сейчас осматривается вопрос о том, что вместо 491-го постановления, 290-го, 170-го постановления ГУСТРОЯ, которые регулируют деятельность управляющих компаний по обслуживанию дома всего, значит, необходимо выпустить новый документ, новый документ, и он называться будет «Единые стандарты сервиса ЖКХ». То есть там в едином документе все будет прописано. Я думаю, что, по крайней мере, на встрече с президентом, министр строительства ЖКХ Российской Федерации Мень обещал, что это будет перед следующим зимним сезоном. Да, хотелось бы, чтобы это все упорядочно было. Еще такой вопрос. Сейчас, если кто-то решит на первом этаже из квартиры сделать нежилое, перевести в нежилое помещение, требуется согласие собственников жилья или нет? По большому счету нет. Потому что их становится все больше. Да, по большому счету в жилищном кодексе такого положения нет. Но здесь я могу сказать одно. То есть если переводится из «жилого в нежилое», то это что? Значит, должен быть отдельный выход. Правильно? Раз отдельный выход, значит, должна быть дверь какая-то, куда выходить и заходить. А что значит дверь? То есть это, как правило, оконный проем пропиливается дальше и вырезается это, и делается вход. Но что такое? Выпилили и убрали вот эту часть. Это мы убрали часть общего имущества многоквартирного дома. А уменьшение площади многоквартирного дома... Вот с кем это все согласовывается? Потому что времени меньше минуты все уже. Уменьшение площади только в согласии с 100% собственников. Если человек перевел, сделал отдельный ход, можно подавать в суд. И вот на основании только этого отменять вот эти все действия. Да. И самое главное новшество, просто назовите его, на которое все мы должны обратить внимание и дополнительно в этом разобраться и вникнуть. Какое вновь? Значит, нас ждут еще прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Очень серьезная проблема, очень серьезный вопрос. Я думаю, весной он будет принят, поправки в закон. Здесь мы будем уже заниматься более подробно. Да, ну мы вас пригласим еще раз, чтобы вы нас просветили в этом отношении. Спасибо большое за то, что пришли, за информацию важную и полезную. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания.